Привет, меня зовут Павел Белинский и возвращаясь с очередного собеседования, а также съемки опроса, которую ты можешь найти по ссылке выше, я увидел человека, стоящего с транспарантом в одиночном пикете напротив офиса Лидер Групп. И я понял, что я должен взять интервью этого человека, так как очевидно, что эти люди выходят в одиночные пикеты не потому, что им так хочется, а потому, что они вынуждены. Собственно, тут же я достал камеру, микрофон и начал снимать, подошел к Виталию, так зовут данного мужчину, которого я встретил на дороге, который поведал мне свою историю. Но ввиду того, что аппарат решил отказаться работать и записал лишь маленький кусочек данного интервью, я нашел ребят по наводке Виталия, их группу ВКонтакте, списался с их координатором и попросил интервью других людей, ну то есть координаты тех людей, кто будет стоять в одиночном пикете около этого офиса в очередной раз и хотел с ними все-таки пообщаться полноценно, потому как хочу осветить эту огромную, людоедскую, ужасную, дико несправедливую ситуацию, в которую может попасть россиянин, а это именно обманутые дольщики и ипотека. Я сам являюсь ипотечным заемщиком, у меня ипотека на 25 лет, где каждый месяц я должен платить 17 тысяч рублей. Ипотеку я взял в январе 2016 года и по декабрь 2017 года я работал на двух, а иногда на трех работах. На работе мне приходилось жить. Я знаю, что это такое жить по съемным квартирам до того, как твое жилье построится. И ввиду того, что у меня зарплата тогда была 32 тысячи, а мне нужно было платить 16 за съемные и 17 за ипотеку, я на работе просто жил. Я за эти два года так свое здоровье втопила, что я не хочу и не желаю, и не сведи судьба еще кому-нибудь из людей, из населения России попасть в ту же самую ситуацию. Это просто ужасно, поэтому я просто обязан, я считаю своим долгом осветить данную ситуацию хотя бы в пределах моего маленького канала и маленького блога. Как видите, в тот момент, пока я готовил аппаратуру, Мария уже разговаривает с людьми, которые были готовы пойти в офис продажи Лидер Групп и пообщаться по поводу приобретения нового жилья. Их пикет очень важен, их протест очень значим. И каждый такой протест и каждый такой пикет помогает людям не вступать в ситуацию, в которую попали именно эти обманутые дольщики, а именно ЖК-3 Кита, вторая и третья очередь, а также к ним присоединился жилой комплекс Витамин. Это все находится в Мулино. Привет, меня зовут Павел Белинский и сегодня мы разговариваем с людьми, попавших, на мой взгляд, в одну из самых ужасных, несправедливых и откровенно людоедских ситуаций, в которой может оказаться житель России. А если быть точнее, то это обманутые дольщики и ипотека. Поговорим с людьми, которые стоят в одиночном пикете около офиса продажи лидер групп. Это обманутые дольщики, у которых задержка по строительству уже порядка двух лет, они борются и до сих пор не могут получить свое жилье. Поговорим с Марией. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что такое обманутый дольщик, каково это быть и расскажите историю с самого начала. Вообще объект планировался к сдаче 31 декабря 2017 года. Обманутым дольщикам быть тяжело, потому что когда они обещают, что мы вот вышли на комиссию, покупаете квартиры, все у нас будет замечательно, все будет хорошо, мы берем ипотеку, при этом мы снимаем жилье, двое детей, очень тяжело, очень тяжело, это невыносимо. Естественно, идет уже задержка, то есть нам было обещано, что вот в августе мы уже точно получим квартиры, но на дворе уже конец ноября, квартир никаких нет, правительство, госстроенадзор, сам плательщик. На самом деле они даже сроки нам не называют, и не говорят, когда мы получим ключи. Ну расскажите, в каком году купили, где купили, точнее? Мы купили в марте 2019 года, и вот, да, они уже говорили, что все, дом на госкомиссии. Хоть и была задержка, нас это почему-то не упало, они сказали, что вот мы уже все закончили, все у нас замечательно, госкомиссия, и все будет хорошо. Ну вот на самом деле, оказывается, выйти на госкомиссию, это не окончание стройки, как оказалось. Вы по-любому пишете какие-то документы, что пишете, что получаете в обратную? Пишем во все инстанции, все дольщики поднялись, потому что уже нет сил ждать. Получаем в ответ только отписки. Вот реально отписки, потому что им даже ответить, видимо, нечего. Уже все письма ушли в Москву, то есть Владимиру Владимировичу Путину, во все партии, Единая Россия, КПРФ. В КПРФ отправили почтой, потому что они так не получают наличное, чтобы передать письмо. То есть мы обращаемся в все инстанции, а с Москвы пока еще ответа нет. Пытались обращаться в суды, например, какие-то другие госорганы, помимо, ну, просто письм? В суд подали много дольщиков, чтобы хотя бы получить неустойку, свою законную, согласно 214-му федеральному закону. Суд присуждает выплату от застройщика Лидер Групп в счет плательщика, о, дольщика. Но получить неустойку просто невозможно, потому что Лидер Групп, он подключает, открывает дочерние предприятия, у которых один всего владелец и уставный капитал 10 тысяч. То есть он просто не может выплатить. То есть, грубо говоря, Лидер Групп как таковой, с кем вы заключали договор, уже нету организации? Это все уже подрядно или дочернее? Ну, у нас договор переуступки прав. Да, там все, они все продумали. Мы простые люди, мы просто не подкованы, как юристы. И мы вот попадаемся на такие, получается, на такие мошеннические действия. Вот сколько вас уже насчитывает дольщиков Лидер Групп, которых откровенно бросили, обманули? Ну, только в нашем, получается, жилом комплексе Три Кита, вторая очередь, более полторы тысячи квартир. То есть полторы тысячи семей обмануты. Это только вторая очередь. Еще точно такая же третья очередь. Территория, витамины, это только в городе Мурино. Это просто невероятно. Это просто ужас какой-то. Но вот вы находитесь в этой откровенно людоедской ситуации. Что делать дальше? Можно ли, например, как-то переуступить свои права в данном доме? Можно ли как-то перепродать свою долю или все настолько вокруг обложено, что действия ограничены в максимум? Наша квартира куплена, в частности, не только за наличные деньги, но еще и ипотечные. То есть у нашей квартиры еще, помимо того, что мы их не получили, они еще находятся в залоге у банка, поэтому мы сделать не можем ничего. Мы вот просто, у нас все ходы закрыты. Бесполезно. Какие вообще возможны рычаги влияния на лидер-групп, кроме как огласка? Суд не работает, пикеты, ну если только отповаживать людей. Что еще можно предпринять, вот на ваш взгляд? Знаете, мы делаем все возможное. Мы предупреждаем людей, чтобы они покупали квартиры. Мы как-то пишем везде, мы не бездействуем, мы не стоим в стороне. Но при этом у нас была встреча с Москвиным, с Гостроинадзором в том числе. Мы все собирались, были представители лидер-групп, на что был задан вопрос, когда, что, как повлиять на такого застройщика, как лидер-групп. На что развели руками, сказали, ну мы подаем в суд, и на них накладывается административная ответственность. Ну это все, что они могут. То есть, по большому счету, на лидер-групп очень сложно повлиять, хоть как-то. Тогда откровенно, ну последний вопрос. Вы пробовали перекрывать дороги или откровенно пикетировать, заниматься тем, что у нас называют бузотерством, издевательством, навальнистами и так далее? Вас полторы тысячи человек. Вы пробовали перекрыть хотя бы какую-то дорогу, для того, чтобы привлечь к себе внимание уже максимум, если это последний ваш способ? Это наш будет последний такой важный рычаг, который планируется, пока не было, пока мы пытаемся добиться вот такими одиночными пикетами, потому что массовые у нас, к сожалению, запрещены. Мы не можем устроить никакие митинги, просто не дают, опять же, власти не дают на это разрешение. Подавали, да, разрешение на проведение митингов, пикетов? Да, да, да. Единственное, что разрешили, это пока только вот единочные пикеты. Вы уже понимаете, что те, кто разрешают, они практически на прямой руке с теми людьми, которые, так может быть, если вам кто-то разрешает, кто вам не дает квартиру, может пойти поперек? Я просто спрашиваю, на самом деле, я не призываю. Что лидер группы, он не признает себя банкротом. И тут, даже если у них три человека работают на стройке, они говорят, что стройка идет. И, естественно, все правительство разводит руками. Стройка идет. Мы ничего сделать не можем. И мы в том числе ничего сделать не можем. Мы даже не можем поменять себе застройщика. Мы не можем попасть. У нас, знаете, такой есть дом РФ, где, куда попадают именно стройки, проблемные стройки. И уже, когда идет софинансирование от государства, и стройка заканчивается. Но, видите, здесь должно быть определенное условие, что застройщик банкрот. Он себя не признает. И мы, опять же, и здесь связаны по рукам и ногам. Просто люди загнанные в угол, у которых нет просто никаких действий. Это просто безумие. Ладно, благодарю вас. Огромное спасибо за интервью. Благодарю стойкости вам, успехов, силы. Самое главное, чтобы у вас все вышло. И такие ужасные застройщики пропали вообще с лица этой земли. Со всеми их уставными капиталами в 10 тысяч рублей. Благодарю вас. Вам спасибо большое. Еще от своего лица хочу добавить. Пожалуйста, если вы все-таки решили влезть в ипотеку, изучите досконально рынок. Смотрите, какие застройщики в вашем городе сдают жилье вовремя или немного заранее. Против кого открыты судебные дела. Здесь группы по обманутым дольщикам. Посмотрите, какие есть активности людей против каких застройщиков, против каких жилых комплексов. Изучите рынок строительства досконально. Поймите, вы влазите в кредит, который будет вас доить на протяжении многих десятков лет. А большинству россиян эти кредиты даются чуть ли не посмертно. Потому как уровень жизни в нашей стране никак не увеличивается. Если вы все-таки решили влезть в кредит, потратьте, пожалуйста, не месяц, не два. Изучайте полгода, год рынок. Изучите все, что вы можете изучить касаемо рынка застройщиков. Не ведитесь на малую цену. Не ведитесь на какие-то скидки проценты. Около того, что вам могут предложить. Лучше немножко переплатить, но взять при этом точно стопроцентно построящуюся квартиру. И даже если дом находится на уже финальной части постройки, как это произошло у Марии. У вас перед глазами есть контакт, YouTube и весь интернет, до которого можно дотянуться при помощи вашего компьютера. Пожалуйста, обязательно изучите весь рынок до того, как вы лезете в кредит. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если хотите помочь мне и проекту, все ссылки в описании. Буду рад любой копейке. Если вы попали в сложную, трудную ситуацию, связанную вместе с этим, объединяйтесь с любыми дольщиками. Объединяйтесь с любыми обманутыми ипотечниками. Чем вас больше, тем больше ваша сила. По одному в России почти ничего невозможно доказать. Объединяйтесь в объединении сила.